Динозавры. Эти животные доминировали на Земле более 140 миллионов лет, а причиной заката их эпохи было столкновением Земли с огромным астероидом. Но сегодня мы не будем рассказывать про динозавров, а расскажем вам об одном огромном желании всех ученых-палеонтологов. Человека уже давно терзает вопрос, возможно ли вернуть этих давно ушедших рептилий из царства мертвых? Возможен ли парк юрского периода в наше время? Если бы мы все-таки смогли это сделать, действительно ли мы бы хотели этого? Но прежде чем услышать ответ на эти вопросы, обязательно подпишись на наш канал Эпоха динозавров. Оценивай наше видео и пиши комментарий, нам очень важно ваше мнение. А теперь мы продолжаем. Основная концепция воскрешения динозавров начинается с заполненного ДНК комара, который хранился в янтаре десятки миллионов лет. Но разве это возможно с научной точки зрения или это всего-навсего вымысел? Янтарь – это древесная смола, производимая некоторыми хвойными деревьями, которая за тысячи лет окаменела благодаря высокому давлению и температуре. В течение многих лет смола затвердевает, тем самым образуя драгоценный камень, который люди использовали в виде украшений на протяжении тысячелетий. ДНК динозавров, которое могло быть сохранено внутри погребенных в янтаре кровососущих насекомых, представляет большой интерес, так как ДНК содержит генетическую информацию по росту и функционированию всех живых существ на планете. Но сможет ли древняя ДНК, извлеченная из янтаря, послужить генетическим материалом для воссоздания вымерших животных? Как говорят современные ученые, у нас есть комары и прочие кусачие паразиты, такие как мухи и блохи, которые сохранились со времен динозавров в янтаре. Но дело в том, что когда в янтаре находится образец, он состоит лишь из шелухи, а не содержит мягких тканей. Так что кровь комаров в янтаре не сохранится, и как следствие ДНК извлечь просто невозможно. На основании этого можно сделать вывод, что парк юрского периода невозможно создать так, как писал известный писатель-фантаст Майкл Крайтон. Но поиски ДНК динозавров на этом не заканчиваются. Остатки крови все же были обнаружены внутри древних насекомых, но не в янтаре. Несколько лет назад вышла статья о комаре из Эоцена. Это около 45 миллионов лет назад, то есть примерно через 20 миллионов лет после того, как динозавры вымерли. Комар хорошо сохранился в донных отложениях озера и имел красный пигмент на брюшке. Когда ученые проверили этот пигмент химически, они обнаружили порфирины, производные от гемоглобина. Как известно, эти продукты распада гемоглобина, красного белка отвечают за насыщение тканей организма кислородом в теле почти всех позвоночных. И мысль о том, что однажды мы сможем найти комара или кусающую муху из мезозоя, при этом некоторые части крови все еще сохранятся, не является такой уж фантастической. Но это еще не все. Даже если палеонтологам удастся найти сохранившуюся кровь, это не означает, что ученые найдут в ней ДНК. Таким образом, даже если кровь динозавра была обнаружена внутри древнего насекомого, возможность воссоздать рептилию из нее не гарантирована. В 2015 году ученые-палеонтологи обнаружили внутри ископаемой кости динозавра милового периода то, что они интерпретировали как эритроциты, также известные под названием красные кровяные тельца. Эти клетки крови содержали ядра, которых нет у млекопитающих, поэтому было выдвинуто предположение, что это красные кровяные тельца рептилий. Ученые сравнили их с ретроцитами птиц, и он показал некоторые морфологические сходства. Используя современное оборудование, ученые пытались в этом материале найти хоть какой-нибудь след ДНК, но не смогли ничего обнаружить. Итог этой работы таков. Даже если нам удастся найти кровь или мягкие ткани, далеко не факт, что мы найдем ДНК. Древнюю ДНК уже извлекали из вечной мерзлоты, а также находили в окаменелостях костей или других частей тела, которые еще не полностью окаменели. Но ДНК уязвимо и очень быстро разрушается. Солнечный свет также оказывает негативное воздействие, а вода существенно ускоряет ухудшение состояния ДНК. Чтобы работать с ДНК, необходимо поддерживать строго контролируемые условия. В настоящее время самой старой найденной ДНК около миллиона лет, хотя, возможно, она моложе, ведь точный возраст определить до сих пор очень тяжело. А чтобы добраться до динозавров, необходимо найти ДНК в 65 раз старше. Теперь давайте представим, была обнаружена ДНК динозавров и что будет дальше. Если вы работаете в центре генной инженерии парка Юрского периода, вы просто объединяете его с ДНК лягушки и воссоздаете вымершую рептилию. Ведь в фильме «Парк Юрского периода» говорят, что нашли фрагментированную ДНК. Они определили, где находятся дыры и заполнили их ДНК лягушки. Но проблема в том, что мы не сможем узнать, где находятся дыры, если у нас нет всего генома. Геном — это полный набор ДНК живого существа. Без полного генома было бы невозможно сказать, какие части ДНК были обнаружены. И, следовательно, невозможно было бы заполнить пробелы, чтобы построить целое животное. Но если бы у нас был весь геном, и мы собрались заполнить дыры фрагментами, то с лягушками мы точно не стали бы этого делать, потому что лягушки земноводные. Если бы мы собирались это сделать, то использовали бы ДНК птиц, потому что птицы — это прямые потомки динозавров. Ну, или сделали бы это с ДНК крокодила, потому что у них с динозаврами общий предок. Так все-таки сможем ли мы клонировать динозавров? Динозавры вымерли около 66 миллионов лет назад, и с учетом того, что прошло так много времени, маловероятно, что получится найти ДНК динозавров сегодня. Но некоторые ученые-палеонтологи отказываются останавливать его поиски, надеясь, что им когда-нибудь улыбнется удача. Если учесть всю вышесказанную информацию, то можно сделать вывод, что клонирование динозавра уже не актуальная тема. Но есть альтернативный способ воссоздать вымерших животных, такой как его перепроектирование. Для этого нужно начать с живого животного и вернуться к древним рептилиям, пытаясь повернуть вспять как минимум 66 миллионов лет эволюции. К примеру, мы можем взять курицу и генетически сконструировать ее, чтобы у нее были зубы или длинный хвост. Но даже если мы это сделаем, это будет уже не динозавр, потому как он был реконструирован. Помимо этого, воссоздание динозавров или любого другого вымершего животного может вызвать некоторые этические дилеммы. Животное, которое вымерло естественным путем 150 миллионов лет назад, ничего не знает об этом мире. Как оно будет сейчас существовать? Что будет есть, если трава в ее эпоху еще не существовала? Какова ее функция в этой среде обитания? Попытка воскресить динозавров представляет собой множество научных и этических проблем, а создание существа, которое можно выставить на всеобщее обозрение в зоопарках или парках развлечений, таких как мир юрского периода, скорее всего не являются ответом на эти вопросы. Так что на данный момент самым правильным решением будет оставить динозавров в прошлом. А использование генной инженерии для возвращения вымерших животных может считаться необходимой при других обстоятельствах. Например, возвращение тех видов животных, которые вымерли из-за действий человека на планете. Так что, если кто-то решится вернуть вымершего странствующего голубя, который жил в современной экосистеме и полностью вписывался в нее, то это действие было бы оправдано благой целью. Вы посмотрели очередной выпуск канала «Эпоха динозавров». Оцените наше видео лайком или комментарием и обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски «Эпохи динозавров». Субтитры создавал DimaTorzok